В детских поликлиниках и больницах городского округа Люберцы продолжают обустраивать добрые комнаты. Это игровые пространства для самых маленьких пациентов лечебных заведений. Идея одноименного проекта принадлежит депутату Московской областной думы от партии «Единая Россия» Ленаре Самединовой. Насколько он востребован и пользуется успехом, узнала наша съемочная группа. Видишь, не хватает розового. Твои розовые. Твои розовые. Трехлетняя Катя Аксенова пришла на плановый осмотр к педиатру. Визит в поликлинику не самое приятное для нее занятие, признается мама девочки. Но справиться с волнением помог вот этот волшебный уголок. Теперь ребенок даже не спешит домой. Очень красивый детский уголок сделали. Детям есть где поиграть. Все очень красиво. Им хорошо, им весело. Время проходит очень замечательно. Именно с этой целью и создали добрую комнату, чтобы время ожидания врача протекало незаметно как для маленьких пациентов, так и для родителей. В детской поликлинике номер один Люберецкой областной больницы приятная новинка появилась на прошлой неделе. Поликлиника у нас большая. 270 посещений в смену. И поэтому детишек много всегда. И такой уголок, он просто был необходим. По крайней мере в поликлинике я тут не слышал плача. Это тоже очень важно. И я искренне пожелал бы всем нашим детишкам здоровья, родителям в чем-то терпении. Ну и поддерживать детишек и самим не болеть. Это уже третья добрая комната для маленьких люберчан. Проект «Единая Россия» стартовал в городском округе в конце 2019 года. Подобная игровая зона есть в Малаховской детской поликлинике и в стационарном отделении Московского областного центра охраны материнства и детства.